здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая хочу показать вам как все-таки правильно посадить картофель накормить его удобрениями при этом не напакостить собственному картофелю и не уменьшить урожай а увеличить его значит смотрите внимательно я надеюсь что поле вспах она до надеюсь что осенью чтобы проволочника было поменьше но если хотите вспашите и весной подтулеевский сказать кстати пахать надо и осенью и весной и я начинаю в руках у меня грабли можете взять тяпку мне удобнее граблями я делаю посмотрите борозду все перекопано как бы очень хорошо я делаю борозду она достаточно глубокая но не глубже чем на пол штыка лопаты услышьте меня пожалуйста если почва тяжелая тогда вы можете высаживать картофель ну вот на глубину указательного пальца если это песочная все-таки почва тогда пожалуйста почти на штык лопаты песок не держит воду он просто очень быстро прогревается картофель и не будет поверхностно хорошо в песке ему надо чуть поглубже а глинистая почва она тяжеловата поэтому чуть повыше и воздух туда не проходит поэтому вот такое расстояние такая глубина вы потом нагребете гребни если в этом будет необходимость понимаете о чем я а вот если это перегнойная почва да у меня она компостная у меня вообще нет ни навоза ни такового перегноя здесь компост здесь опилки здесь растительные остатки посмотрите я не буду делать длинную борозду потому что у меня это это показательное выступление и вы должны это понимать значит грабли очень удобный инструмент для посадки картофеля что мы делаем дальше вот хочу сказать что вы все норовите значит высаживая картофель выкопали лунку да я не могу и когда смотрю меня прям найти разрывает изнутри и все идет хозяйка с умным лицом и начинает в эти лунки набрасывать горсть перегноя горсть золы горсть суперфосфата ну все что ей в голову пришло потом идет хозяин или там детка какая-то из них и они быстренько берут и картошку вот в этого все что насыпано в лунку а есть другой вариант сначала побросали картошку а потом на картошку все то что я сказала господи боже мой все гораздо проще смотрите внимательно что я буду делать а теперь посмотрите что у меня в руках в одной руке у меня картофель а в другой руке две волшебные коробочки в одной из них верхней видите написано престижитатор может быть написано престиж престижитатор это вещество которое отгоняет всех почвенных вредителей от картофеля в том числе и проволочника это русский аналог престиж это германское вещество можете брать то и другое а действующее вещество одно и то же они же у меня вторая коробочка написано максим вы к этому препарату привыкли но многие из вас не знают что вот картофель то как раз нуждается в защите именно максимом кроме вот в престижитаторе введен максим это я так на всякий случай значит а если у вас нет проволочника ну зачем травить себя и свой картофель но бывает такие хозяева рачительные которые осенью пашут ежегодно и у них нет проволочника тогда обработка максимом обязательно 84 дня и ночи максим будет держать болезни которые развиваются на картофеле а какие на картофеле болезни знаете нет я не профит автору фитофтора придет последняя но у картофеля 4 вида парши вот некоторые относятся к парше как будто это так знаете шутки какие-то нет не шутки парша она поражая поверхность картошки делает ее знаете такой морщинистый такой страшный и она лопается морщинки лопаются и вот в эти морщинки слава богу здесь их нет начинают попадать какие-то вещества из земли и болезни в том числе и на картошке развивается 4 вида вот этой ну ужасной болезни причем заметьте что картофель больной паршой и картофель не больной при хранении не заражается болезнью а вот картофель который посажен в землю если земля больная заражается болезнью то есть паршой вы должны это понимать и обработав максимом свой картофель а он держит все четыре вида парши одна из них черная страшная рек то него скажется называется может я неправильно выговорила это неважно это очень плохо кончится то есть если вы заразите почву если вы еще посадите больной картофель не дай бог урожая вы не увидите но дело не в этом вот смотрите картофель разрезан подсушены срезы а теперь разводим как написано в инструкции как написано там бумажка лежит специально опрыскиваем картофель так чтобы он стал розовый вот состав этого препарата он все-таки имеет розовый цвет яркий при яркий значит там все в порядке все один час сушим на одной стороне второй час сушим а опрысканный картофель на другой стороне все высохло а теперь приступаем к посадке так как правильно это сделать а правильно это сделать надо с любовью в сердце вы же есть потом всю зиму будете картошку поехали смотрите ну срезом вниз или вверх значение не имеет считается что и так и так будет хорошо расстояние соблюдаем вот такое вот так вот так внимательно смотрите господи не сделайте того чего не надо но сделайте все чему я вас учу это же это же ведь один раз посадили как следует и забыли а вот теперь значит я смотрите что сделаю беру грабли картошку надо закрыть и пять сантиметров над ней должно быть почвы смотрите я закрыла картошку а вот теперь досыпьте вы на здоровье все что у вас под руками есть и вашу залу и ваш перегной смешайте только они отдельно и супер фосфата кстати сказать на куст картофеля и на куст помидор больше трех граммов не обязательно сыпать не надо вот так вот у вас не так много денег на эти удобрения они вовсе не дешевые сейчас я покажу как это должно выглядеть я принесла доломитовую муку и горчичный шмых вот именно этим я буду удобрять почву посаженного картофеля над ним понимаете над ним не на него не под него а над ним вот так сантиметров 5 земли на нем доломитовая мука это прекрасная раскислитель который доведет почву до нейтрального состояния вот сказать кстати при высокой температуре почвы очень нежелательно и посадка картофеля и раскисление известкой там такая проблема возникает кошмар просто поэтому доломитовая мука однозначно и мы доведем реакцию почвы до нейтральной и помните один раз в 3-4 года если вы под спашку вносите раскислитель любые хоть зола хоть и звездка хоть доломитка один раз 3-4 года 3-4 стакана на квадратный метр и все и не повторяем это три года понятно объясняю надеюсь поехали это доломитовая мука сейчас я рассыплю горчичный жмых и покажу как заделать правильно горчичный жмых это не что иное как отработка от переработки горчичного всего этого растения семян ну для того чтобы получить чистую горчицу здесь очень много этого порошка и это благотворно влияет на почву увеличивает урожай защищает от почвенных вредителей и это и не только вредителей но и болезней тоже смотрите рассыпаю вот этого вот хозяйства можете сыпать сколько угодно если у вас деляночка небольшая ну уж 5 рядочков картофеля которые дадут вам ведер 30 уж удобрите как следует ну примерно вот так это выглядит а теперь я беру грабли и заделаю все это легко и просто ваше копание лопатами вообще не понимаю посмотрите все картошка посажена и должно быть абсолютно ровно никаких ямок никаких кочек кочек кочка прогревается быстрее а ямка медленнее а в ямке что у вас правильно картофелина и ей надо побыстрее взойти на ровные поверхности почва проигрывается одинаково и первые кто появится правильно это сорняки вот радость а для хозяина и хозяйки но не бойтесь пожалуйста пока взойдет картошка сорняки можно уничтожить в яркий солнечный день возьмите грабли и смотрите вот и по этим вот зашедшим сорнякам делайте вот такие движения то есть пытайтесь их вырвать из земли можете полонникам граблями очень удобно вот этот процесс называется бору но ванее вы за первый раз уничтожить и 80 процентов процентов сорняков простите а через три-четыре дня еще раз сделайте бородование уничтожите почти все вам останется полоть только там где сама картошка будет расти и даже если картофель взошел вы же видите рядки да вот ходить между рядами еще раз повторяю не заступая картошки ну посмотрите как голландцы садят картошку ну ёшкин кот ну это все просто вот элементарно вы не делайте лишних движений зачем вам оно надо лопатой ты копать ряд сделали накидали закрыли удобрения забарановали до свидания а картошка так как а копать то и одно удовольствие она же все время тут везде картошка сплошная услышали меня я надеюсь всего доброго вам и до свидания и звоните пожалуйста на горячую линию 2 92 60 41 россия не спите звоните пока ничего не высадили а